Привет, меломаны! Наверное, только лентяй не успел принять участие во флешмобе «10 years challenge», задача которого состоит в публикации и сравнении снимков, сделанных 10 лет назад и сейчас. Мьюзиклаб решил тоже не отставать и собрал специально для вас фото и видео звезд российского шоу-бизнеса за 2009 и 2019 года, чтобы вы смогли оценить, как же они изменились. А за кадром я Илья, поехали! Открывает 10 лет челлендж популярный российский артист и певец Алексей Воробьев, ну тот самый, который считает, что она… Алексей активно подхватил это испытание и решил порадовать своих фанатов своими фото с подписью. Большинство фолловеров артиста заметили, что Воробьев сильно возмужал и из простого тульского парнишки превратился в настоящего мачо. Следующая в списке бывшая солистка группы «Фабрика» Сати Казанова, которая тоже поделилась своими фотками спустя 10 лет. Также Сати рассказала в своем инстаграме, какие удивительные превращения произошли с ней за это время. Я ушла из группы и прыгнула в сольное плавание. Я ушла от нелюбимого мужчины и вообще пересмотрела суть отношений с мужчинами и это был мой важный и отважный шаг. «Я ушла из тусовок и образа жизни Sex, Drugs and Rock'n'Roll. «У меня полностью сменился круг общения, старые друзья отвалились и освободили место новым и настоящим», рассказывает Сати. Юлия Савичева также не стала отставать от звездных коллег по цеху и приняла участие в челлендже. За 10 лет девушка значительно изменилась в лучшую сторону, особенно перемены коснулись ее прически. С коротко стриженной озорной рыжеволосой бестии она превратилась в нежную и утонченную красавицу, что сразу и заметили поклонники Юлии. Главный солист и лидер питерской группировки «Ленинград» Сергей Шнуров еще в далеком 2009 году делал сотни информационных поводов и это у него еще не было Instagram. В 2019 же каждое второе фото из его социальной ленты СМИ растаскивают на новости, как горячие пирожки. А вот так вот шнур изменился за последние долгие 10 лет. Совсем недавно и сам король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров, у которого присоединился к популярному в сети флешмобу 10 лет спустя. Говоря спасибо своему возрасту и давней популярности, Киркорову не составило труда найти в семейных и личных фотоальбомах, а также на сайтах различных СМИ кадры за 2009, 1999 и даже 1989 года. Плюс ко всему артист нашел не только фото, но и свои старые выступления на сцене. А теперь постепенно переходим к звездам российского рэпа. Певец Баста был хорошо засвечен в ЗАГСе в 2009 году. В 2019 он все еще остается одним из главных русскоязычных рэперов, наставником в проекте «Голос дети», а также совладельцем лейбла «Газголдер» и ведущим проекта «Газлайв». Следующий в списке гуру российского рэпа МС Оксимирон. В далеком 2009 году Мирон активно постил в социальной сети ВКонтакте куда больше фото, чем в последние годы. Оно в принципе и понятно — фанаты ждут от артиста альбомы, клипы, треки, фиты, хоть что-нибудь, а не новые фоточки. А в итоге получают случайную фотку артиста, найденную в сети на фоне вскрытой баночки от консервной фасоли Хейнс. Завершает на сегодня наш 10 лет челлендж белорусский рэп-исполнитель и любимчик молодежи Макс Корж. Кстати, быстренько ставь лайк под этим видосом, если любишь творчество Коржа. Да, давай именно прямо сейчас, большой такой лайкосик. Пересматривая старые фотки и выступления Макса, можно с уверенностью сказать, но, к сожалению, считать полноценным участником челленджа мы его не можем, так как удалось найти его фотку только за 2011 год. В то же время и скрывать от вас эти фото мы тоже не можем. Поэтому вашему вниманию самопровозглашенный 2011 против 2019 челлендж и собственной персоной Макс Корж. А как вы считаете, кто из артистов изменился больше всего? Пишите свои ответы в комментариях под этим видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих выпусках!